Весенняя сессия под знаком протеста. Депутаты Пассе на этой неделе устроили холодный душ председателю Ассамблеи Педро Аграмонту из-за его скандального визита в Сирию и потребовали сложить полномочия. Чем закончилось это противостояние, знает Ирина Иванова. Еще неделю назад, ничего не подозревая, Педро Аграмонт в Дамаске спускался по трапу самолета российского Минобороны. Вместе с ним депутаты Госдумы, которые и организовали поездку. Из-за этого визита Аграмонт был вынужден открыть весеннюю сессию своими извинениями. Депутатам этого было мало. Они начали демонстративно выходить из зала. А уже во вторник устроили председателю и еще двоим участникам поездки допрос на специальном заседании. Почему вы не предупредили Ассамблею, что едете в Сирию как сенатор и что могут возникнуть проблемы? Садясь в российский самолет, вам следовало быть мудрее, учитывая ситуацию с Россией в Пассе. Что вы будете делать, когда осознаете, что потеряли поддержку этой Ассамблеи и больше не можете работать? Аграмонт сетовал на отсутствие мобильной и интернет-связи в Сирии и на манипуляции российских СМИ, которые преподнесли его вояж как визит председателя Ассамблеи. Отчитываться пришлось и представителю Испании Хорди Шукле, который также является докладчиком по украинскому вопросу в Пассе. Прошу прощения за вред, который я причинил этой Ассамблее своим визитом. Я был наивен, я совершил ошибку, очень плохо оценивая то, как будет воспринят визит в страну с такой сложной ситуацией. По словам источников, Аграмонт согласился добровольно сложить полномочия, если ему позволят в статусе президента принять короля. Филипп VI и правда без скандала выступил перед депутатами, но президента в зале не было, как и почти на всех заседаниях Пассе за неделю. Прояснить свой статус глава обещал в пятницу. Его очень ждали на закрытом заседании бюро Пассе. Но ни самого президента, никаких либо объяснений участники встречи не дождались. Все мы, члены парламентской Ассамблеи Совета Европы, чувствуем себя одураченными Педро. Мы ждали, что сегодня он уйдет с должности, но этого не случилось. С юридической точки зрения ситуация сложилась патовая. В Пассе пока не существует процедуры импичмента. Все, что смогли сделать в бюро, это ограничить полномочия нынешнего председателя. В связи с отсутствием Педро Аграмонта сегодня я возглавил бюро, которое приняло две резолюции. Первое, о недоверии президенту Педро Аграмонту. И второе, ему запрещено совершать деловые поездки от имени Ассамблеи. Скандал с посещением Сирии далеко не единственный в политической карьере Аграмонта. Будучи докладчиком Пассе по Азербайджану, он подвергся резкой критике за то, что закрывал глаза на многочисленные нарушения прав человека. Бурю возмущения Аграмонт вызвал, когда уже на посту председателя предложил вернуть России право голоса в Пассе. Но фатальным для главы стал именно визит в Сирию. Сохранил должность, потеряв лицо. Но надолго ли? В Пассе готовится разработать формальную процедуру отзыва председателя. Вполне возможно, уже следующую сессию возглавит другой политик. Среди возможных кандидатов называют немца Акселя Фишера, одного из нынешних вице-президентов Пассе, который к тому же является докладчиком по украинскому вопросу. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.